Пора рыбалки в области не прекращается, наверное, круглый год. Есть для этого и достаточное количество водоемов, и рыбы, и, конечно, желающих посидеть в тишине с удочкой. Есть в России и федеральный закон о рыбалке. Без него никуда. Но закону, действующему среди рыбаков до начала 90-х годов в Амурской области, отдают предпочтение. Хотя и сил он не имеет. Что не так, и что рыбаки хотели бы изменить, узнавала наша съемочная группа. Да, много мутят, просто хотят. Я вам так скажу, с рабочего человека просто лишнюю копейку хотят подарать. Вот и всё. Рыбак с многолетним стажем Василий Геннадьевич так скептично относится ко всем нововведениям, касающихся федерального закона о рыбалке. Согласен, платить на специализированных водоемах для культурной рыбалки – это норма. Отдавать деньги в чьи-то частные руки совсем не хочет. Если человек сделал сам пруд, да, я согласен, сам пруд сделал, сам ухаживает, сам рыбу разводит, пожалуйста, это ваше дело. А когда просто берег Зея отгораживают и делают там это, частную собственность, это неправильно. Впрочем, среди всех рыбаков остаются и те, кто с законами не знаком. Виктор Крапивин – один из таких любителей. Удочку в руки берёт так, для души. А я пришёл, покидал. Ну чё, поймалось, поймалось, не поймалось, не отдохнул. Но в то же время сетует. Настоящих рыбацких мест не так много. Например, тот же пляж Зея превращается в свалку. Приходилось, говорит, дно чистить самому. А вот был бы у рыбного места главный, дела и клёв шли бы по-другому. Согласен с этим и председатель Амурского общества охотников и рыболовов Сергей Калищук. Раньше, говорит, их организация следила сразу за десятью водоёмами. А это и охрана, и уборка территории, и разведение рыбы. Тогда же, в советские годы, общество могло выписать штраф нерадивым рыбакам. Сейчас многих полномочий их организацию лишили. А подведовственный им водоём остался только один – прячено. Здесь за рыбалку деньги берут, но и состояние водоёма соответствующее. Я считаю, что главное, что лучше было бы, конкретные водоёмы закреплять за конкретными любителями или организациями, с которых бы государство на этих водоёмах требовало бы охрану, воспроизводство, наведение на них порядка. И, соответственно, там эти организации пусть бы взимали плату, которую государство определило бы. С тех пор в закон внесли немало изменений. Например, в Амурской области разрешена любительская рыбалка сетями, что удивляет даже общество охотников и рыболовов. При этом раньше на ловлю рыбу существовали ограничения. У лов – 5 килограммов рыбы в день. Ограничения такие существовали. Сейчас у нас такого тоже нет. Хотя мы же чётко понимаем, что в течение дня 5 килограммов – это вполне достаточно, чтобы и сварить, и пожарить. А у нас же, видите как, вот Зайское море. Ну, поймал он 200 килограмм. Кие претензии к человеку? Вроде, ну, это же уже не любительство же. Так, рыбалка превращается в промысел. И уже торговцы рыбой по закону ничуть не отличаются от любителей лова. Значит, закон в иных статьях требует доработок. Многие решения, говорит Сергей Калищук, принимают в Москве без какого-либо учёта опыта регионов. Желательно поправки опробировать заранее или вовсе провести слушание. Тогда, возможно, и клёв у рыбаков будет более удачный. Любовь Ломак, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей.